Пару слов об обоим самовыдвижении, так называемый. То есть это цельная конструкция, она, естественно, разборная, состоит из цельной рамки P-образной и замыкающих P-краверс. Крепится она на башне, двигается с помощью одного гидроцилиндра, есть столы подачи, то есть, грубо говоря, верхняя часть, как вы видите, вот этими острыми направляющими входит в опорно-поворотное устройство крана. Секция равняется, опорно-поворотное устройство крана освобождается от основной башни распручивания болтов. И опорно-поворотное садится, значит, на эту секцию выдвижения. Отталкиваясь к гидроцилиндрам, секция двигает кран вверх пошагово. Если обратить внимание на секции башни, сейчас мы подойдем поближе, я покажу. Но вот именно в этом конкретном случае пятки, секции, пятки вот эти вот расположены прямо на секции, в них упирается гидроцилиндр, от них отжимается, отталкивается вверх. Шаг между пятками, если не изменяет память, полтора метра. То есть каждый шаг полтора метра вверх. И вот так пошагово кран поднимается вверх до высвобождения шести с лишним, с небольшим метров пространства, чтобы мы могли спокойно завести следующую секцию башни. Секция подается по столу с помощью лебедок, затягивается внутрь. При транспортировке эта конструкция полностью разбирается, и вся обойма может транспортироваться на обычном динамире. По габаритам она проходит. Ну, я уже обратил внимание, что есть маслостанция. Единственная небольшая несложность, насколько следует обратить внимание, то что при монтаже крана на очень приличную высоту стояния требуется соответственное количество электропровода, потому что маслостанция работает под электричество, электродюлик.